Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Лилия Донского. И как обычно, три недели пролетают очень-очень быстро. И уже я готовлю обзор каталога номер 14 компании Арифлейм. В новом каталоге, как обычно, очень много новинок и спецпредложений. И я вам расскажу, на что обратить внимание. И покажу те продукты, которые совсем недавно вошли в наш ассортимент, чтобы вы могли хорошо определиться, что нужно вам, помочь с выбором вашим клиентам. И чтобы вы все время были в премьер-клубе. Я вам дам какие-то рекомендации полезные. И от вас я жду обратной связи в комментариях. Итак, приступаем к просмотру. Каталог номер 14 начнется 7 октября и закончится 26 октября. То есть три недели, как обычно. И каталог начинается у нас сразу с новинки. Это новый аромат магнетиста. В каталоге есть специальный тестер. Вот так пленочку убираете, отрываете, и там будет аромат. Но я не буду отрывать новый каталог. Я его дам клиентам. Пусть лучше они аромат этот разнюхают. Что я хочу отметить. Можно еще в 13 каталоге выписать пробники. Все-таки от пробников больше можно распробовать этот аромат. И приходит он в удивительно красивой упаковке. Почему мне это нравится? Удобно дарить людям. Я заказала себе один из пробников. Один оставила себе. А 10 штук я взяла для клиентов. Пробник обычный. Открываем, пробуем. Аромат необычный. Я не буду давать каких-то своих рекомендаций. Наносить аромат нужно так на пульсовые точки. Дать ему чуть-чуть выветриться и походить с ним. Но пока я не чувствую, что это прям мой аромат. И я его хочу-хочу. Но очень необычное впечатление. У нас было в офисе 4 женщины. Одно нейтральное. Одна сказала, что да, неплохо. А одна говорит, боже, какой крутой аромат. Это мой аромат. То есть надо пробовать. Потому что у нас у всех свое восприятие. И, конечно, одному что-то круто, другому нет. На вкус и цвет товарищей нет. Поэтому я рекомендую брать пробники. Код поищите в 13 каталоге. Ну и также код напишем под видео. Всегда коды продукции ищите под нашим видео. Интересный аромат. Ничего не могу сказать. Мне очень понравилось это оформление. Такая хищница. Мужчины все в шоке. Челюсть падает. Они влюбляются. Ну да, что-то как-то на них это действует. Однозначно аромат влияет на нас. Как на мужчин, так и на женщин. А это какая-то химия происходит в голове. И да, взрыв и так далее. Ну, мне что понравилось. Оформление очень красивое. И интересное предложение. Обратите внимание в каталоге на пятой странице. При покупке аромата вы можете заказать. Я не знаю, обязательно для брать аромат. Так вот прям вот, ну не видно. Нет, нет такого предложения. То есть можно заказать себе еще ожерелье. Вот такое красивое, золотистое. И кулон в виде ключа со стразами. Он оригинально смотрится. Вот на модели можно посмотреть повнимательнее. Какой размер. То есть он не слишком крупный, не мелкий. Такой приличный ключик. Очень даже симпатичный. И в этом каталоге будет хорошая скидка действовать на аромат. Поэтому стоит воспользоваться. Далее тушь. Тушь для ресниц. Я ее себе купила. Честно говоря, мне тушь подошла. И очень понравилась упаковка. Но сказать, что эта тушь станет моей любимой, я не могу. Вот у нее такая пушистая, очень пушистая кисточка. Лохматая, смотрите. Прям щетинки во все стороны переплетаются. Но все равно она реснички склеивает. Немножко склеивает их. Не дает такого эффекта, как дает моя любимая тушь 5 в 1. Или с эффектом накладных ресниц. Но для разнообразия, как сказать, разовая покупка у меня такая совершилась. Я могу сказать, что тушь прям интересная. Неплохая тушь. И на нее тоже идет акция. Нужно брать две туши, чтобы она была по выгодной цене. То есть надо с кем-то договариваться. Опять же такая рекомендация. Если у вас клиентка одна хочет тушь, но хочет ее взять со скидкой. Естественно, разница ощутимая. Такая прям вау-вау. Сколько? 100, почти 140-150, 140 рублей разница. Приличная разница. Поэтому что нужно порекомендовать вашей клиентке? Взять каталог и найти себе партнера, с кем она сделает совместную покупку. То есть себе тушь и, может быть, подруга или родственница. Кто-то еще хочет тушь и любит такие пушистые кисточки. Вот и пожалуйста. И всем будет это очень выгодно. Часто бывают в каталоге такие предложения. Поэтому не теряйтесь, не думайте, что клиент должен завалить все на себя. Или вы все на себя. Нет, пожалуйста, скажите, найди себе напарницу и сделайте вместе такую классную покупку. Так, здесь у нас продолжается тушь. И вот моя любимая тушь. Почему я ее люблю? Сейчас покажу вам эту кисточку. Смотрите, у нее кисть сплеснутая по бокам. А здесь широкие щетинки. Очень круто. Она распахивает реснички. Прокрашивает их от начала роста и до самых кончиков. Тушь отлично укладывает ресницы веером. Несмотря на то, что нет никакого изгиба очевидного. Его просто нет. Как в туши 5 в 1. Там есть хотя бы такой небольшой изгиб. Здесь изгиба нет. Но тушь укладывает ресницы веером. И действительно оправдывает свое название. Эффект накладных ресниц. Я влюблена в эти вот кисточки. Мне нравится то, что они такие пластиковые, силиконовые. И дизайн самый обычный. Ну, нормальная тушь. Выглядит нормально. Но самое главное, что начинка и кисть просто обалденные. Два цвета. Глубокий синий. Он действительно очень глубокий. То есть он не яркий. А его только при ярком свете видно, что такой есть синий отлив. Но она не дает такой черноты. И очень хорошо подходит светловолосым девушкам, кому не нужно перетемнять. То есть есть такой типаж, когда очень все светленькое, нежненькое, такое чистенькое. И перегружать нельзя лицо косметикой. Иначе только хуже сделаешь. Это именно тот вариант. Вот у нас, к сожалению, нет темно-коричневой туши. Но вот эта синяя тушь, она достаточно такая темная, спокойная и очень хороший дает эффект. Есть еще тушь. К сожалению, вся уже облезла упаковка. У дочки она была, и у нее закончилось. Но я вам хочу показать кисточку. Это тушь термосмываемая. Это невероятно крутая находка для всех, кто занимается плаванием, в бассейн ходит, очень много спорта, любит путешествовать и часто ныряет в пучину моря или океана. Или любит бродить без зонтика и в снегопад. То есть это тушь, которая не смывается просто водой. Она смывается только очень-очень теплой водой. И она очень оригинально смывается. Но, кстати, только две туши, которые мне нравятся по эффекту смывания. Это термостойкая. Она просто снимается с ресничек, как одежда. То есть она не размазывается вокруг глаз. Есть у нас еще тушь 5 в 1 XXL в зеленой упаковке. Она практически полностью смывается, не делая разводов на коже. Вот этим она мне, конечно, тоже очень понравилась. Туши обе крутые. Очень крутая скидка. Нужно затариваться. Кстати, у меня была акция, когда на эту тушь я ее взяла очень-очень много и всю распродала. Потому что она прям популярная. Далее. Карандашики для глаз. У меня есть с собой только один зелененький. Но он, кстати, часто вызывает вопросы, что за карандаш. Я вам его покажу. То есть он вот такой вот. Он не яркий. Он не светлый. То есть спокойный зеленый цвет. Вот все, что здесь написано перламутр, его практически не видно. Он чуть-чуть отливает. То есть при солнечном свете он будет красиво очень выглядеть. Я его люблю летом подкрашивать. Особенно нижнюю часть глаза я подкрашиваю зелененьким. И это как бы не утяжеляет нижнее веко. И в то же время подчеркивает его. И вот этот эффект мне очень нравится. Можно сверху еще тенями пройтись. Будет вообще очень круто. Что еще удобно? Карандаш небольшой, но его не надо точить. То есть он выкручивается и закручивается. И поэтому я люблю такие карандаши. Они не слишком острые. Но как раз то, что нужно, чтобы сделать такой вот красивый эффект. Далее. Тушь для бровей. У меня с собой средний оттенок. Если я могу сказать, вот такой вот он средний. Если у вас, так скажем, как подбирать правильно. Нужно брать на один тон светлее, чем у вас на самом деле брови. Чтобы не было слишком большой черноты. Я пользуюсь этой тушью не отдельно. Я сначала прокрашиваю брови из палетки специальной тени для коррекции бровей. А потом сверху прохожусь этой тушью. Только не наоборот. Потому что если вы сначала пройдете тушью, а потом будете сухими тенями пытаться прокрасить проплешины. То у вас просто получится мазня. Нам эта мазня не нужна. Поэтому сначала сухими проходим тенями. Потом вместо воска просто вот этой тушью проходимся по бровкам. Таким образом мы укладываем брови, прокрашиваем подшерсток. Тот, который у нас светлее, чем все брови. То есть есть такой подшерсток практически у всех. И это придает еще больше объема и ухоженности. Если я первое время, когда только эту тушь купила, не очень ее оценила. То сейчас понимаю, что даже как-то я без нее дальше жить буду. Даже не представляю. То есть очень прикольный продукт. Есть у нас еще такой вот ультра черный маркер подводка. Но у него есть как плюсы, так и минусы. Давайте сначала про минусы. Минус то, что у него очень толстый стержень и неудобно подкрадываться к верхним ресничкам. То есть дает большую толщину и не удается сделать тонкую стрелку. Но есть плюс то, что он очень долгоиграющий. Его хватает надолго-надолго. Этому уже маркеру, я не знаю, ну какой-то полтора он у меня лежит. То есть я сначала им пользовалась. Потом я поняла, что мне совсем неудобно. Я его бросила, оставила для того, чтобы демонстрировать. И все время беру себе или жидкую подводку серии On Color. Сейчас вышла тоже подводка. Но она такая же была и в Color Box. Или Liner, который с тонким стержнем. Тоже такой же дизайн в виде фломастера. Вот он мне нравится намного больше, чем этот. Но тот быстро заканчивается. Быстро его приходится чаще менять. Далее. Помады. Вот с этой стороны помады, я про нее ничего сказать не могу. Потому что нет своего личного, ни позитивного, ни негативного опыта. Потому что я ее не брала. А вот помада On The One Color Obsession. Это одна из моих любимец. И, кстати, зачастую на видео вы меня видите вот именно с этим оттенком. Это земляничная поляна. Вот особенно последнее видео. Сейчас, когда я покрасилась такой светло-рыжий оттенок. Эта помада мне особенно идет. Смотрите, какой классный цвет. То есть он насыщенный. То есть его с одного прикосновения сразу достаточно просто два раза провести по губам. Раз, два. Все, губы накрашены. Приятная по качеству увлажняющая помада. Долго лежит. Она не растекается, не сворачивается. Настолько потрясающе. Мне вот в этой помаде устраивает все. Особенно качество. Ну и неплохой дизайн. Такой вот бочонок с прозрачным колпачком. Чем мне удобны такие вот колпачки, то что у меня очень много помад. Особенно Джордане. И все они одинаковые. И я не вижу, какая помада. И чтобы найти нужный оттенок. Мне приходится иногда открыть все. Пока я доберусь до нужного. Здесь же сразу видно через прозрачный колпачок тот оттенок, который я хочу. И я его сразу выбираю. Ну и покажу тот цвет, который тоже у меня есть. Это гранатовый браслет. Вот он рядышком лежит. Это такой прям праздничный вариант. Потому что помада очень темная, насыщенная. Смотрите, то есть такой прям вечерний, насыщенный. Под определенный образ. То есть это не на повседневку. Но помада просто обалденная. Люблю эту помаду. Все мне не нравится. Так, следом. Азе крем. Брала себе такой крем. Сейчас вот дочка пользуется. Уже у нее третий тюбик. Что в нем крутого в этом креме? Сразу скажу. SPF 30. Это очень хороший показатель. Что... Давайте минусы. Что мне в нем не нравится? То, что это тюбик. Я не люблю тюбики. То есть мне неудобно вот так вот откручивать, закручивать. Мне нужен дозатор. Чтобы нажал, выдавил и все. Ну давайте посмотрим его качество. Капельку я выдавлю. Это самый светлый оттенок. Светлый. Он просто так и называется. Светлый. 345-40. Что в нем хорошего? Он действительно хорошо тушуется. То есть распределяется по коже. Он не собирается нигде комочками, пятнами и так далее. То есть вот он... Я даже пальцем его просто отлично растушевала. Большую каплю выдавила. Он достаточно хорошо перекрывает все неровности и проблемные местечки на коже. Выравнивает ее. Не забивается в поры. Вот. И, конечно же, кожа выглядит с ним такая холеная, приятная, ухоженная. То есть достаточно прям приличный крем. Мы его полюбили. Но вот меня не устраивает упаковка, поэтому я все-таки предпочитаю брать то, что находится в специальном тюбике с дозатором. Ну, крем очень даже хорош. Далее. Хайлайтер. Кремовый. Слушайте, ну это, конечно, тоже тюбик. Но, честно вам скажу, если бы у нас не вышла новая палетка, которая включает в себя бронзер, хайлайтер и румяна, то я бы всю жизнь сидела бы на этом тюбике, потому что он бесподобно красивый. Смотрите, то есть я его прям могу вот так же сверху. У него розовый потон, и за счет этого сияние настолько просто изумительное, то есть вот это все так красиво светится, кожа омолаживается. Это, конечно, просто невероятно круто. Вот. Немножко вам продемонстрирую. Давайте вот на чистом месте еще покажу. Вот. Смотрите, как это все выглядит. То есть действительно хайлайтер, он омолаживает лицо. И сейчас я макияж уже не делаю без хайлайтера, потому что мне эта фишка очень понравилась. Поэтому кремовый очень надолго хватит. Я этим тюбиком пользовалась год. И вот видно, что тут вот, то есть он чуть-чуть у меня лежал на боку, перетек. То есть я даже не использовала половинку, но его действительно нужно маленькую капелюшечку, чтобы получился тот эффект, который нам нужен. И очень крутая скидка. То есть в этом каталоге действительно очень много хороших предложений, нужных таких. Поэтому вам надо посмотреть то, чего вам не хватает, и этим просто в этом каталоге запастись. Антивозрастная основа эликсир. Я не брала эту основу, но пользуется моя коллега Наталья Григорьева. Кстати, у нее есть, по-моему, на канале видео-обзор с этой штукой. Но я вам могу сказать так. Видео все равно не передает тот эффект, который дает эта основа, база. Ее нужно нести на очищенную, подготовленную кожу. То есть с кремом, как обычно все. Наносится тонким слоем. И через минутку-две нужно сверху нанести тон. И вот этот эликсир, он весь блестящий, такой переливчатый. И он светится изнутри реально. Кожа смотрится просто праздник. Это настолько красиво. Она вся сияет. Она такая вот, такая подача. Ну, у меня сложилось впечатление, что под эту штуку надо выглядеть соответствующе. То есть вот просто нести в спортивном костюме, побежать не вариант. То есть это действительно вот прям вот обязывает все-таки свой образ немножечко подтянуть, да, до этого уровня. Ну, это очень крутая штука. Особенно это вот праздничный вариант, вечерний. Там пойти куда-то в театр и так далее, да. Это вот действительно то, что нужно. Очень красивая. И по дизайну очень красивая штука. Но, опять же, она с пипеточкой. То есть там надо на пипеточку набрать, на пальчиках распределить, уже перенести на кожу. А это легендарная наша продукция. Румяна. И тоже сияющая пудра в шариках. Она у меня тоже осталась на работе, в офисе. Потому что делаю макияж. У меня часть продукции дома, часть продукции там. Но, к сожалению, все не смогла принести. Коробка. Обычная коробка. Золотая. Вот эта лента потихоньку сдирается. То есть, ну, не сразу, но сдирается. Это огорчает. Все-таки, ну, я считаю, что такой продукт, он должен просто бомбически выглядеть. Но что радует? Раньше у нас была крышка, которая вот так открывалась и отламывалась мгновенно. Сейчас, по крайней мере, это вот, ну, это эстетически прилично остается. Нужно вот так вынуть губку. Я ее вынимаю так щепоткой. И кистью набираю румяна. Румяна, конечно, бомбические. В чем их плюс? Потому что их очень надолго хватает. Просто очень надолго. Некоторые писали, что пользуются 5, 6, 7 лет. Но, действительно, эти шарики, они бесконечны. В чем их минус? Когда начинаешь пользоваться, сначала на кистью набирается очень хорошо и круто все. Со временем верхний слой снимается. И следующий более плотный. И уже так не набираются румяна активно. Что я делаю? Я беру пару шариков разных. Беру там розовые, например, золотистые и бежие. Я по ним чуть-чуть постукиваю карандашик. То есть я их раздалбливаю в пыль. И потом вот так вот все перемешиваю. Закрывая коробочку, да, я все перемешиваю. И у меня опять получается вся эта пудра распределяется по шарикам. И уже кисточкой опять легко набираю. Но это мой такой лайфхак, потому что я люблю все быстро и энергично делать. Я не люблю стоять 2 часа перед зеркалом, наводить макияж в красоту. Мне надо все сделать быстро. Поэтому вот 2 часа намешивать я не буду. Рекомендую чуть-чуть тут-ту-ту-ту-ту. Постучали, разные оттенки раздавили, побултыхали. Они опять все в пудре и у вас будет классный эффект. Вот. Очень даже, очень даже круто. Но круче всего это скидка. И это, кстати, очень необычный подарок. То есть подумайте о том, что скоро у нас праздники, новогодние и так далее. Уже сейчас можно потихонечку делать запасы подарков. То же самое я рекомендую делать своим клиентам. Особенно те, кто любеобильные такие, есть много подружных у девочек. Я говорю, сбери сейчас по чуть-чуть. Потому что когда ты начнешь покупать в декабре подарки, ты просто разоришься. Вот у меня многие так делают. То есть уже сейчас подбирают что-то на подарки, откладывают. И к Новому году их не сильно бьет по бюджету этот праздник. И в то же время каждому они делают подарки. Что хочу сказать про сияющую пудру. Она не такая яркая, как хайлайтер, например. Она не дает такого сильного сияния. Но в ней есть просто супер космос. Смотрите. Вот эти шарики. Там есть желтоватые. Есть фиолетовые, такие сиреневые, зеленые. И розовые, да, такие приятные. Светлые оттенки. И на первый взгляд людям кажется, что это какой-то кошмар. Что же будет на лице? На самом деле на лице будет чудо. Потому что вот эти оттенки. Желтые, сиреневые. Они нейтрализуют неприятные оттенки кожи. То есть если на коже есть какая-то коричневая пигментация. Или есть синий подтон кожи. Все эти шарики вкупе, в смеси. Делают очень красивый такой эффект. Выравнивающий, светоотражающий. И лицо становится приятным. Очень. То есть оно настолько становится таким холеным. И, как сказать, подача лица очень красивая. Хотя не так заметно, как хайлайтер. То есть задача у него не просто подсветить лицо. А именно еще и скорректировать. И есть тоже такая интересная информация от моих клиентов. Это они меня научили. Я так никогда еще не делала. Покупают баночку целиком. И делят напополам. То есть делят шарики. На две баночки раскладывают. Подружки между собой делят. Почему они так делают? Потому что очень надолго хватает этого продукта. Ну и, соответственно, приятнее заплатить 300 рублей, нежели 600 сразу. Поэтому вот люди так и делают. Ну, может быть, кому-то это будет полезно. Так, переходим с вами к новинке. Матирующая пудровая тональная основа. Тоже я ее взяла. Я с ней уже 4 дня экспериментирую. И что я могу сказать? Первый опыт, когда я ее нанесла... Сейчас покажу вам где-нибудь. Вот давайте. Вот венка как раз проходит. Смотрите, она при контакте с кожей сразу превращается в пудру. Когда я нанесла первый раз при плохом освещении, то даже не первый, а второй раз. Первый раз нормально все, кстати, было. То я нанесла ее слишком толстым слоем. То ли я выдавила много и все решила распределить. И она у меня легла как бы где-то погуще. Прям было видно ее при хорошем дневном свете. Когда я вышла на улицу, мы с подружкой пошли гулять. И я говорю, ну-ка, давай рассмотри меня. И она мне сказала, смотри, вот тут прям пятно между бровей. Вот тут я посадила слишком много. На второй день я взяла ее в 2 раза меньше. И очень хорошо пушистой кистью я ее просто вот так втушевывала в кожу. И вот этот эффект мне понравился. Но тут же еще в комментариях и в чатах пишут, попробуйте влажным способом нанести. То есть мы берем бьюти блендер или губку специальную для тона. Немного ее увлажняем, хорошо отжимаем. И пробуем нанести вот таким образом. Я завтра буду пробовать этот способ. Но даже вот смотрите, сейчас растушевав ее хорошо, получился такой красивый оттенок, ровный. Ну и все очень, знаешь, прилично. То есть не такая простая вещь, что взял и красавица. Нет, надо немножко с ней подружиться. Что еще хочу сказать. Особенно когда я это делала на видео. То есть я была сначала просто без тона. И нанесла тон. И я увидела, насколько у меня преобразилась кожа. Это очевидно. Вы можете найти видео на канале. И просто сами убедитесь, насколько круто работает этот тон. И мне вот эти дни, сколько я с ним хожу, мне говорят неимоверное количество комплиментов. То есть, ну реально, кожа по-другому смотрится. И это, ну как бы, этого не отменить. Многие задают вопрос по поводу того, будет ли сушить кожу этот тон или нет. Ну, на мой взгляд, он кожу абсолютно не сушит. У меня кожа нормальная. Немного выражена Т-зона. Ну, прям чуть-чуть у меня поры проявляются здесь. Но здесь в состав входит экстракт морских водорослей, которые увлажняют кожу, напитывают ее и делают кожу эластичной. Поэтому я за 4 дня носки этого крема, я не заметила, чтобы у меня что-то сушило, там было шелушение появилось и так далее. Нет. Вот, кстати, предыдущий крем-флюид с пипеткой, он, да, он действительно какой-то был своеобразный. Здесь же можете даже не переживать. Сушить точно не будет. Главное, чтобы вы к нему приспособились, и тогда я думаю, что он может стать вашим любимчиком. Потому что, ну, крем действительно неплохой такой, интересный. Вернее, тональная основа. Так, двигаемся дальше. Что здесь я могу показать? Матовую помаду икона стиля. Конечно, я не могу ее не показать, хотя ее тут запрятали меленько. Но эта помада, мне кажется, это самая суперская помада. Смотрите, какой красивый цвет. Я вам показываю верхний тон. Это 32317 чайная роза матовая. Приятный оттенок. Никакого рыжего подтона. Просто самая идеальная нюдовая помада. Я в нее влюблена. Прямо на 100%. И мне все в ней нравится. Это и дизайн Giordani очень красивый. И вот этот щелчок. Слышите? Очень классно выглядит. И новые помады. К сожалению, я ни одну помаду себе не стала брать. Потому что у меня действительно слишком много помад. Чтобы уж мне взять новую, надо меня просто шокировать. Чтобы это было просто нечто. Но дизайн могу вам показать. У меня именно в таком дизайне несколько оттенков. О, кстати, какой прикольный тон попался. Просто сам по себе дизайн невероятно красивый. И помады, к моему удивлению, когда я их пробовала, есть тоже видео на канале, мне подошли все оттенки. Я была просто поражена. То есть мне можно любую просто прям пальцем в небо тыкать. Эта подошла, и эта, и эта. Все очень крутые помады. Но на них нету пробников. Вот это, кстати, тоже неприятный момент. Потому что было бы здорово иметь пробник и на этот продукт, и, конечно же, на дорогую помаду. Обязательно нужен тестер. Прежде чем потратить деньги какие-то, надо попробовать. Я считаю, что это очень было бы круто для всех. Так, что здесь? Однозначно очень крутая тональная основа. Стойкая минеральная. Я ее люблю и частенько ее беру себе. Особенно в зиму она мне нравится. Компактная пудра. Я такой тоже пользуюсь. У меня светлый оттенок, но он слишком светлый. И я, вот у меня такой попался, почему-то я взяла себе светлый. Он прям очень светлый. Так, далее. Тушью я такой не пользуюсь, но она достаточно популярная. Про тени. Про тени, конечно же, расскажу. Потому что у меня есть эти тени. Несколько оттенков. Я, правда, вынула сейчас синий и зеленый. Убрала и вставила два новых оттенка, которые появились в позапрошлом даже каталоге. Но почему-то они здесь не представлены. То ли они такие у нас были ситуационные. Но я рада, что я их купила, потому что они классные. Но особое внимание я хочу уделить праймеру. Потому что, если мы, например, берем тени. Ну, давайте любые возьмем. Например, вот этот оттенок. Наносим на тон. Хорошо ложится. Где сухая кожа, эффект совсем другой. Вот, смотрите. То есть они совсем прозрачные. На тон они легли вот как. То есть сразу припечатались. И очень обильно. Здесь то же самое делаю. Те же самые тени. Та же кисть. Но намного светлее. Для чего нужен праймер? Тон действительно для кожи глаз. Он не такой уж идеальный вариант. Ну, давайте здесь нанесу чуть-чуть. Праймер это база под тени. Его нужно капелюшку. Прям вот такую капельку на все веко. Надеюсь, видно, какая она маленькая. Мы пальчиками распределяем прям по веку, где планируем наносить тени. Таким образом. Берем тени и сразу их наносим. И вот он тот же эффект, как по тону, но только это праймер. Это специальное средство для того, чтобы сделать макияж очень красивым. Вот. То есть разница есть. Что мне нравится? Очень хорошо по праймеру тушуются тени. Смешиваются между собой. Например, взяли один оттенок. Взяли потемнее между собой и хорошо соединили. То есть вот затемнили уголок, например, и а это на серединку века. Все супер. Супер тушевка. Красивый эффект. Тени более стойкие. Дольше пролежат, чем нежели вы их просто нанесете на сухую кожу. Эффект будет несколько другой. Поэтому праймер надо брать обязательно. И, конечно, магнитную палетку для того, чтобы собрать свою коллекцию теней и хранить их не в каждую в отдельном футлярчике. Неудобно это будет пользоваться. А именно вот таким образом. Так, дальше. Что у нас здесь? Ну, я рассказываю только про то, чем лично сама пользовалась. И есть какой-то прям опыт близких людей, что я прям реально видела, что эффект вот такой классный. Что еще? Это я не пробовала. Покажу вам вот эту помаду. Когда были только эти бальзамы, то они были у меня всегда дома. А сейчас же у нас так много бальзамчиков разных выходит постоянно, что я уже давно не заказывала именно этот. У меня самый темный оттенок, естественно, розовый. Но смотрите, какой он красивый. То есть он прям вместо помады. Он дает цвет. Красивый цвет на губах. Тут вот кожа такая белая, а губы-то они с тоном. То есть я его наношу как вместо помады. При этом вкусно пахнет. СПФ-8 обладает. Хорошо увлажняет губки. То есть сейчас зимой, вот осень началась, я им допользуюсь. Мне он очень нравится. Тут есть прозрачный. Вот раньше у нас был только прозрачный. Я всегда его брала. Далее. Помады энергоблеска у меня сейчас нет. Не пользуюсь. Только в такую в тюбике взяла. Я вам покажу праймер. Бальзам праймер. Кстати, он без скидки. Но я его взяла, все равно вам покажу. Вот он у меня такой вот запачканный. Мне он абсолютно не нужен. Вот абсолютно. Я им пользуюсь крайне редко. Иногда подматываю помаду зимой. То есть он у меня вот новый, наверное, как я его купила. Я им несколько раз и мазалась. То есть полный стержень. Я никакого особого эффекта не вижу. Потому что у меня нет проблемы с губами. То есть это обычно. Вот его наносишь. Он просто прозрачный. Просто вот как воск на губах. Но девчонки его очень хвалят. Я столько про него хороших отзывов читаю. Что, например, вот как по нему ложится круто помада. Но я эффекта не увидела. Честно говоря, для меня это бесполезная вещь. Держу только, чтобы вам показывать. Ну, почитайте другие отзывы. Действительно говорят, что он великолепный. Удерживает помаду. Делает более насыщенный цвет. Может быть, правда. Но не всем же все подходит. И мне тоже не обязана вся продукция идеально подходить. Так, праймер у меня на работе. Не покажу. Потому что там оставила. То есть что делает праймер? Он сужает поры. Делает их менее заметными. Выравнивает кожу. И внесение тона становится более приятной процедурой. То есть тон ложится более идеально. И макияж держится лучше. Намного лучше. И я всегда рекомендую делать макияж с праймером. Да, это на одну минутку удлинит макияж. Но зато продлит стойкость макияжа. И сделает его лицо более привлекательным. Так, далее. Корректор. Отличный корректор. Вот эта чудесная тональная основа Аквабуст. У меня на работе даже несколько оттенков. Потому что мне они нравятся. Хороший тон. Хорошо ложится на любую кожу. И преображает лицо. Легкая такая, невесомая. Она прям идеальная, мне кажется, тональная основа. Далее. Пудра. Вот именно такой пудры у меня нет. У меня есть еще вот в старом дизайне. Никак ее не закончу. Уже надоело. Не знаю как. Но она какая-то бесконечная. Нормальная пудра. Не могу сказать, что прям, вау, вот эта пудра нанесла и все. Но обычно. Вот видите, нормальная, хорошая шелковая пудра. Нет такого, чтобы она прям перекрыла все неровности. Я ее использую просто для того, чтобы сделать последний штрих. И уже дальше продолжать носить румяна, хайлайтер и так далее. Но мне абсолютно не нравится дизайн. Это ужас какой тут. Эта коробушечка квадратненькая, непонятно какого-то зашарпанного уже вида. Это, конечно же, трындец. Скромно, матом не буду ругаться. Я считаю, что можно сделать коробку ненамного дороже это выйдет. Но сделать ее красивую, чтобы она прям вот с ума сводила. Но, к сожалению, вот так. Но пудра сама по себе хорошая. Далее, палеточка специальная палитра маскирующих средств. Маленькая. Вот если сравнивать с пудрой, то она немного поменьше, почти в два раза. Но вот эта вещь уникальная. Я даже про ее дизайн ничего говорить не буду. Она хотя бы поярче. Но то, что здесь внутри, это фантастика. Потому что это очень плотные средства. Видите, они сразу плотно ложатся. То есть, все неровности, все прыщики, все пятнистое. И я вот розовым цветом пользуюсь. Как раз наношу вот в это место, где венка проходит около носа. Чтобы убрать этот синяк. Вот этим вот я пользуюсь. Всю пигментацию перекрываю. А пудрой я не пользуюсь. Мне неудобно ее отсюда брать. Но она здесь есть. И может быть кому-то будет удобно. Хорошая пудрочка, светленькая. То есть, чтобы сверху прикрыть это все. Фантастическая вещь. Как только кончится, сразу себе куплю новую. Потому что уже без нее жить не могу. Потому что именно она. Ни это, ни другие консилеры наши мне так не подошли. Как подошла она у меня самый светлый оттенок. То есть, я так полагаю, что эти вообще очень темные. Потому что мне этот порой хочется, особенно зимой, чтобы она была посветлее. То есть, у меня вот эта палеточка светлая. А эти совсем темные. Поэтому имейте в виду, когда вы будете себе выписывать. Смотрите, если у вас тон кожа светлая, то сюда вам даже не нужно двигаться. Далее. Лаки не показываю. Их так много. И они настолько прекрасные. Есть отдельные обзоры по лакам. Они крутые. Тут у нас 8 миллилитров. А тут 5. То есть, смотрите, всегда еще по миллиметражу. Да, сколько это стоит. А цена одинаковая. А то, что здесь 10 в одном, я, честно говоря, не оценила. Я брала такие лайки себе. Два или три оттенка. Очень красивые цвета. Но сказать, что вау, вау, тут 10 в одном, просто бомба. Нет. Мне намного больше нравятся лайки даже не из этой серии. Мне кажется, они быстро подсыхают. Обычные The One тоже наши большие 8 миллилитров. Мне кажется, они у нас самые лучшие лайки. Какие вообще, в принципе, могут быть на белом свете. Но вот эти тоже неплохие. А вот от этих я особого, как бы, результата такого вау не увидела. Вот. Вот мои любимые лаки. Это вот та коллекция, от которой я просто без ума. У меня, по-моему, есть большая часть всех оттенков, которые здесь представлены. И я их просто обожаю. По поводу дополнительных средств. У меня есть корректор для лака. Но я не могу сказать, что эта вещь безумно нужная в хозяйстве. Но если вы такая торопышка, как я, если я крашу каким-то вот оттенком гладким, который надо высушить. Не то, что сейчас просто блестки, да, их быстро намазал, как попало и пошел. А именно, когда вы наносите тон, и он должен лечь идеально, его надо досушить, досканально. Иначе любое прикосновение к бумаге или царапка сразу двигает. Но было несколько случаев, когда меня просто спас этот корректор. Действительно, он спас. Когда я смазала себе два ногти, и у меня была просто паника. И я была просто взбешена, что мне надо будет все перекрывать заново. Но я вспомнила про этот корректор. Думаю, дай-ка я попробую. Он действительно... Я провела раз. Провела горизонтально кисточкой. И еще раз сюда. И он, лак встал на место. И я подумала, ну действительно, для таких торопыжек, как я, это необходимая вещь. Цвета, конечно, бесподобные. На любой вкус и так далее. Блеска у меня такого нет. Это, ну, уже пошла серия On Color. Но я его пробовала на пальчики. И он действительно становится розовым-розовым. То есть сначала просто прозрачный. И прямо на глазах становится розовым. Очень красиво. Помаду покажу. У меня есть один оттенок. Я не помню, какой. То есть мы посмотрим, есть ли он здесь вообще. Потому что их так много. 76 номер, а мне кажется, здесь их нет. Это вообще новинки. Поэтому у меня такого нет. Но у меня есть эта помада в красном дизайне. Прошу прощения, даже не увидела, что это будет новинка. Несколько новых оттенков. Наверное, их штук 10 здесь. Да, их 10 штук. Ну, я вам покажу свою. Он Color тоже. Просто она красненькая. И вот по качеству она мне понравилась. Она посуше, чем вот эти помады, которые я вам показывала до этого. Но не такая уж сухая. Видите, она хорошо скользит по губам. Она прекрасно лежит. Она не полосит. Она не сворачивается. Не сушит губы. То есть мне понравился цвет. Необыкновенный просто. Видите, он такой вот приятный, матовый. На губах она смотрится дорого. Не поймешь, что это из дешевого, да, такого футлярчика. Нет, она очень хороша. И мне интересно. Новые помады. Надеюсь, будут пробники. Тогда я запишу целое видео. Так, что дальше? Есть у нас видео с, в общем-то, и с карандашиками. Они, кстати, действительно прикольно тушуются. Их можно вместо теней использовать. Я их пробовала тушевать на руке. Просто мне понравилось. Но я не стала заказывать, потому что и карандашей у меня полно. И тушь вот эта достаточно симпатичная. И мне все нравится. И цена, и кисточка. И ее надолго хватает. Она действительно прикольная. То есть, ее можно не только подросткам, а реально взрослая женщина. Берите, пожалуйста. Крутая тушь, крутую цену. Так, что здесь у нас? Есть отдельные видосики по поводу консилера и тональной основы ухаживающей. Кстати, она действительно неплохая. И консилер удобный в стике. И многие любят именно такую упаковку, как в виде помады. Тени. Теней у меня таких нет. И я их не пробовала. Ничего не могу сказать. Так, тут все меленько и без скидок. Поэтому я пробегаю страничку. Про кисти всегда говорю, что в Арифлейм самые крутые кисти. И у них цена хорошая. Достаточно доступные цены. По качеству они просто обалденные. Они вам будут служить, мне кажется, всю жизнь. Потому что у меня все кисти, которые я покупала в Арифлейм, вот с первых минут, как только они выходят в каталоге, я их сразу заказываю и пользуюсь ими и по сей день. И учитывая то, что я постоянно делаю мейки и кисти у меня постоянно в стирке, то есть после каждого макияжа кому-то я их стираю и опять делаю макияж и опять стираю в теплой воде с шампунями. Я их отмываю, просушиваю. Бывает, что я их сушу феном, когда мне нужно быстро кисти обновить. И я ими всеми очень-очень довольна. Так, здесь у нас щипцы вам покажу. Это не просто средство для экзекуции. Это действительно уникальная штука для тех, особенно у кого неровные ресницы или ресницы, которые вот так прямо растут. Их все равно надо чуть-чуть сначала подвернуть. Делайте поочередно. Одну сделали, прям секунд 20-30 подержали. Отпустили и сразу тушью прокрываете слой. И сразу второй слой. Потом делайте другой глаз. То есть не надо так сделать, пойти второй сделать, потом тушь достать. Нет, надо быстро. Вот вы их подвернули, сухие чистые ресницы, поджали, отпустили. И пока вот у них есть вот этот вот загиб, надо быстренько прокрыть это все, делать тушью. Очень хвалят наборчик вот этот зеркальца. Я не брала, к сожалению. Что-то я его не взяла, потом купила себе отдельно большое зеркало, увеличивающее. Но очень хвалят и пинцетики, и что зеркало там в 10 раз увеличивает, по-моему. И это действительно очень нужная вещь, когда падает зрение. Так, что у нас здесь? О, сколько всяких аксессуаров. Я буду говорить то, что я люблю. Вот эту пилку обожаю. Вот этот спонж обожаю, просто обожаю. Ну, кусачки маме такие отдала. У меня просто есть другие. Маме покупала такие, ей нравятся. Вот. И, не знаю, мне кажется, вот эта классная штука, матирующие спонжи. Но я их себе не брала, поэтому не могу сказать прям 100%. Есть личный опыт и так далее. Так, аксессуары, про них говорить не буду, потому что это долго, и их надо все-таки посмотреть. Посмотрите на канале в YouTube других блогеров. Есть обзоры по отдельности, прям внимательно, близко можно рассмотреть все эти аксессуары. У меня вот есть только вот с этим набором. Эти серьги понравились, а ожерелья нет. Так, и есть у меня лично вот мой рюкзачок вот такой. Он здесь, кстати, очень мелко и плохо показан. Но я скажу вам просто, что я обалдет от этого рюкзачка. И ни одной секунды не сожалею о покупке. Наоборот, очень довольна. Потому что он такой деликатный. Смотрится он таким небольшим, аккуратненьким. Он такой вместительный. И он такой удобненький. И я влюблена в эту сумочку. И я прям на нее пускаю слюни и флюиды всякие, что я ее хочу. Но я не беру, потому что у меня слишком много сумок. У меня их уже больше 70 штук. И поэтому я уже сказала себе стоп. Но я ее очень хочу. Она действительно крутая. Она выглядит как дорогая, кожаная, красивая штучка. Такая прям сделана круто. И дизайн у нее интересный. Ну все, хватит. Я переворачиваю эту страницу, чтобы не соблазниться. Покажу вам несколько ароматов. Те, которые мне действительно нравятся. Амбар, эликсир, кристалл. Он необычный. Но вы возьмите пробник. Да, у него крутая цена. Но все равно, даже потеряв страницу, вы не поймете, насколько он хорош. Выпишите себе маленький пробничек. Походите с ним, погуляйте. И может быть это станет вашим любимым ароматом. Он неординарный. Как бы по нему не скажешь, что это Арифлейм. Нет. Просто есть аромат, который сразу... Ну это Арифлейм пошел. Этот же не считываемый. Он такой необычный. Так, этих у меня ароматов сейчас нет. Такой мы брали. И мы его очень любим в нашей семье. Он... Ягодная нотка, черно-смородиновая. И сладенький сандал. Вообще очень-очень вкусно все это переплетается. Этот аромат я не люблю. Никогда его не беру. Как-то давно-давно я его заказала. Мне он не понравился, не подошел. Я не понимаю его. Он какой-то такой водянистый, прозрачный, ландышевый. Нет. Не мое. Эти тоже ароматы я не знаю. Эти тоже. Вот этот аромат. Мне он нравится, то что здесь персик. Почему в последнее время я люблю фруктовые нотки. Но вот я им активно-активно пользовалась. Потом бросила. Потому что слишком много ароматов. Тоже не успеваешь просто все использовать. Надо брать пробники. Зато я очень-очень-очень люблю аромат. Сейчас вам покажу. Вот это. Вот он. Это хаппидизиак. Этот аромат как будто создан для меня. Он такой позитивный, веселый. Для меня он пахнет клубникой. Да, здесь нарисована клубника. Клубника-груша. Я прям чувствую, как будто дома стоит тазик со свежесорванной садовой клубникой. Не покупной клубникой, а именно садовой. Это просто волшебство. У меня Миша обожает этот аромат. У меня, по-моему, третий или четвертый флакон. И я его всем рекомендую. Он такой в то же время и девичий, и женственный. То есть он подойдет всем, начиная вот прям с подросткового возраста. Обалденный аромат. И прикольный дизайн. Его можно и так поставить, и так, и на бок. То есть он как неваляшка. Так, поехали дальше. Так, страничка у нас с мелочью переворачиваем. Про мужские ароматы я вообще молчу. Кстати, мне очень нравится Excite Force. Очень нравится. Но новинка Legend. Не этот вот. Этот, кстати, тоже хороший. Вот этот мне аромат тоже нравится. Свеженький. Так, так, так. Смотрите, будет новинка. Новинка Eclat. Обязательно возьму попробовать, потому что я увидела грейпфрукт. И у меня сразу снесло голову. Я обожаю вот такие вот фруктовые, дерзкие нотки. Так, так, так. Двигаемся дальше. Я про мужское не буду рассказывать, потому что я не знаю, что про них рассказывать. Но я увидела, что вышла новинка защитный гель для бритья. Смотрите, он в виде пенки. Но он защитный гель. Мне очень понравился его дизайн. И цена тоже. У него приличная цена. И здесь есть успокаивающий крем-гель после бритья. Интересная вещь для мужиков, которые мы любим и которые любят себя. То есть это круто. Потому что я вообще на вейдж люблю. Я Мишу сразу купила всю серию. Он пользуется. И мне очень нравится, как от него пахнет. Какая у него приятная матовая кожа. У него ушла проблема с этими широкими порами на носу. Потому что она реально колбасила. А эта серия, она помогает убрать проблемы. А тут еще вот эта. Но у меня Миша не бреется. У него борода. Поэтому я не буду заказывать такую продукцию. Так. Та-дам. Мой любимый крем. Я как раз взяла новый. И надо его открыть и начать пользоваться. Это вот 150 мл кокосового чуда. Волшебства. Магию. Господи. Как я люблю этот крем. Смотрите. Он такой вот. То есть он такой вот. Вроде бы крем и вроде бы лосьон. То есть видите, он как берется. Он густой. Он такой как тающий. Я его называю. Смотрите, как его. Где показать вам. Вот тут. То есть мы его наносим. Он исчезает. И с ним исчезает сухость. И остается волшебная бархатная кожа. Гладенькая. Напитанная. И гладкость. Все. Это. Какой аромат. Обалденный. Вот я когда открываю банку. Я ее за две недели сразу вымазываю. Все. Сейчас поставлю в ванной. Сейчас две недели будет уже в пустых баночках. Просто чудо. Как хороший этот крем. Легенький. Бесподобный. Так. Это все для лица. Для молодой кожи. Смотрите. Читайте внимательно. Здесь очень много полезных вещей. Но опять же. Если проблемы с кожей. Ее можно решить только комплексно. Не просто комплекс взять по уходу за кожей. А комплексно. Это значит. Посмотреть питание. Посмотреть как человек спит. Как часто меняет наволочку. Да. Там на подушке. Может быть дом какие-то животные. Они тоже могут повлиять. И испортить кожу. Очень крутые продукты. Но про них долго рассказывать не буду. Просто говорю. Ребята. Какие скидки обалденные. Вот этот великолепный SPF 30. Если кто-то планирует ехать отдыхать. В теплые страны. Жаркие. Да и летом. Кому вредно. Много солнца. Берите. Он просто обалденный. Бальзамчик. Шикарный скраб. Потрясающая мицеллярка. Вот прям у нас эти продукты все время есть дома. Почему-то Аквабуст здесь. А. Потому что мы его уже видели. И здесь опять этот тон. Смотрите. У нас вышла новая насадка для SkinPro. То есть обожаю этот аппарат. SkinPro я все время пользуюсь массажной насадкой. Мне кажется мне помогает лицо держать в таком тонусе и сияющее. Потому что когда. Представьте массаж. Каждый день 1-2 минутки массажа с кремом. Естественно кожа будет благодарна. Да. И там все супер. Вышла новая штука спонж. Ну честно говоря меня жаба душит за 700 рублей. Покупать спонжик для нанесения тона. Я честно говоря скорее всего не решусь на эту штуку. Но я думаю что это будет круто. Ну то есть если вы себя действительно любите. А не как я. Да вот. То конечно попробуйте. И напишите мне если вы попробовали. Какой будет эффект. Прям вот просто интересно. Так полистывая. Плавненько сразу перехожу вот с этой серии вот сюда. Потому что это долго объяснять насколько это крутая эко-бьюти. Натуральная на 95%. Эко-серт добрин. Вот читайте здесь все написано. Крутая серия. Вот реально ребят. Как-нибудь хочется ее повторить. Брала всю целиком. Ну просто балдеж. Но единственное что я не люблю молочком очищать лицо. А здесь молочко. Зато безумно крутой тоник. Безумно крутые кремики все. Я увидела новинку. Это интенсивный крем бальзам 3 в 1. Почему 3 в 1? Мы можем использовать просто как легкий дневной крем. Мы его можем использовать как основу под макияж. Для выравнивания кожи. А также 2-3 раза в неделю использовать как маску. То есть нанесить на 10-15 минут. И оставить. А потом смыть. Или просто промокнуть и остатки убрать. Я хочу попробовать. Мне интересно вот это средство. Правда я люблю все для кожи. Тут триумфальное возвращение. Читаю триумфальное извращение. Хорошо. Да. Вот это я люблю. Я люблю всякие маски. Я все время покупаю все, что выходит новое для кожи. Особенно какое-нибудь сенсационное. Это мне конечно все нравится. Так. По поводу маску Брайла. Пробовала прикольная. Обожаете. Капсулки для лица. Они ну просто бомба. Маленькие рыбки с концентратом масел. То есть масляный микс. Это просто невероятно. Какая с ними кожа. Лучше на ночь. Чтобы вот ночью кожа все это восприняла. Впитала и так далее. Вот это средство для снятия макияжа. Моя кожа не поняла. То есть и у меня макияж не снимается. У меня только снимается вот этой нашей двухфазной. Которая для снятия водостойкая. Эту я купила. Немножечко попробовала. И подарила ее своему партнеру. Которая хотела ее. Я отдала и ей понравилось. Нравится всем. Кроме меня. Я не знаю что со мной не так. Ну ладно. Не будем на этом застрять внимание. Зато мне нравится наш выравнивающий праймер уход. На выть. Он абсолютно прозрачный. То есть это вот такой гель. Вот сейчас я им как раз пользуюсь. Чуть-чуть осталось. Он совершенно прозрачный. Но он бомбический. В нем тут какая-то супер крутая. Технология. Содержит микроразглаживающие микрочастички. Микро пудра. Визуально все несовершенства кожи стирает. Просто матирует. И еще как будто бы мне кажется он делает какой-то лифтинг эффект. То есть как будто бы кожа так поднимается. И наносишь тон. И лицо выглядит моложе на несколько лет. Вот это мне конечно в нем очень нравится. Не забывая на то что он дорогой. Он очень крутой. Он правда крутой. Вообще вся на выть. Вы знаете до тех пор пока я не попробовала сама. Я бы не поверила что такое возможно. Но посмотрите на мое лицо. Мне 45. А я ни разу в жизни вот вам клянусь. Вот мои руки. Да нигде ничего не слещу. Я вам клянусь что я никогда не была у косметолога. Ни одного массажа. Ни одной процедуры. Ни укола. Ни пилингов. Ни пилингов никаких. Никогда я в салоне не делала. Я использую только на вейдж. Все наши масочки тканевые и так далее. Капсулы. Я все это беру. Все делаю. Мне это нравится. Сейчас вот скин про добавила. Делаю массаж. Не регулярно. Но делаю. И wellness. Wellness. Мне кажется вот это именно то что дает такой крутой эффект. Я им довольна. Потому что сравнивая себя с ровесницами я понимаю что да я выгляжу лучше. Несомненно. Даже если они ходят к косметологу все равно я выгляжу лучше. Поэтому мне это очень нравится. Я считаю что на лице экономить нельзя. Вот хоть что со мной хотите делайте. Я считаю что косметолог никогда не решит нашу проблему. Потому что заботиться о лице нужно ежедневно. А не раз в неделю сходить к косметологу. Нет. Ежедневно. Косметолог может быть вам поможет еще улучшить эффект. Но решить проблему может только регулярный уход и питание. А питание мне помогает сделать wellness. У нас вышла невероятная новинка. У нас уже лидеры попробовали. Рассказывают что это очень круто. Но я хочу попробовать сама. Смотрите напиток. У нас получается 3 грамма. Стоит 179 рублей. Я обязательно возьму попробую. Можно же уже заказывать. Я хочу. Я хочу попробовать. Что он делает? Напиток. Он нам помогает вернуть сияние. Подарить коже новый уровень увлажненности. Конечно же это надо пробовать. Потому что тут и состав у него очень крутой. Короче, аквагло скоро будет у меня в комплексе wellness. Потому что я сейчас кальций пью. Я пью омега wellness pack. Я пью коктейль. Я пью коктейль. Стараюсь. Ну не каждый день. Но раз, два, три дня. Обязательно выпиваю коктейль. Отдельно пью еще астексантин. Иногда добавляю. Особенно если чувствую, что какую-то усталость делаю. Все. Про wellness чуть-чуть рассказала. Потому что крутой продукт. Супчик иногда кушаю. Расскажу вам про масло. Вы знаете, вот это масло. Оно перевернуло меня с головы на ноги. С ног на голову. Я не знаю. Но если сравнивать его с предыдущим маслом Элио. Которое у нас желтенькое. То это мне нравится в миллион раз больше. По крайней мере для моих волос это так. Просто у меня волосы вернулись практически в мое прежнее состояние. До того, как я их сожгла всеми этими смывками. Пока я смывала черный цвет. Просто волосы испохабила как только можно. И это масло вернуло их жизни на 100%. Вот ничего не помогало так, как помогло масло с одного применения. Мне нравится в нем все. Этот синий цвет. Мне нравится его новый аромат. Потому что добавили два новых компонента. Камелия и репельное масло. Оно стало еще вкуснее пахнуть. Просто бесподобный аромат. И эффект очень крутой. Написано масло ночное. Но я на ночь голову мыть не могу. Мне некомфортно. Я не могу лечь спать с влажной головой. Я не усну. Просто мне сразу становится как-то холодно. Поэтому я помою голову утром. Наношу масло. Оно моментально впитывается. Я сушу голову. И все окей. Волосы невероятно гладкие. Чистые. Не жирнятся. Не утяжеляются. Поэтому я могу петь дифирамбо. Этому маслу миллион лет. Но я просто перелесну следующую страничку. А вы решите. Надо вам оно или нет. Я бы попробовала. Краска для волос. Не взяла. Ну ладно. Расскажу так. Мой сейчас цвет 9.0. Многие спрашивают. Какой краской я крашусь. Меня красили разными красками. Что-то намешивали профессиональное. И знаете. В какой-то момент у меня появился псих. Что я никак не могла встретить в своей парикмахерше. У меня отросли вот настолько волосы. За 2 месяца. У меня очень быстро растут волосы. И у меня просто вот такая вот прослойка непонятного с седыми волосами цвета. И я просто психанула. И покрасилась вот этим цветом. Потому что он у меня был. И у меня получился именно вот этот вот цвет. Вот он. Не знаю как камера передаст или нет. То есть у меня что наверху, что внизу одинаковый получился оттенок. Именно тот, который я хотела. И я просто в восторге. Потому что именно мне нравится краска Арифлейм. Не дает профессиональная краска такого эффекта, как дает эта. Она мне настолько круто увлажняет. И собирает волосы как бы воедино. То есть как бы склеивая все вот эти чешуйки. Просто у меня волосы становятся совсем другие. Я их очень люблю. Хотя раньше я красилась 3.0. То есть у меня был практически черный цвет. Хотя темно-коричневый. Но на моих волосах он смотрелся черным. Ужасно черным. И вот сейчас 9.0. Это просто фантастика. Я использую все наши шампуни. Все наши бальзамы. Я чередую. Беру то защиту цвета. То вот этот. Мне нравится для поврежденных. Я попробовала все наши шампуни. У нас очень прикольный лак. Я недавно готовила невесту к свадьбе. Я делала локоны. И пользовалась нашим вот этим вот лаком. Обалденная фиксация. Просто красиво. Все супер. И я не задыхалась от этого лака. Так что мне тоже очень понравилось. И невеста была очень довольна. Вот, кстати, прикольная штучка. Тоже можно попробовать. Наши расчески я обожаю. У меня есть вот такая и такая и наша массажка. И для распутывания. Я не поняла, что-то у нас новое появилось. Разделить волосы на секции при укладке. Но это я брать не буду. Бесполезная трата денег. Так, что здесь у нас. Все мне нравится в этой серии. Love & Care. Прекрасная серия с миндалем. Кто любит такой сладенький миндаль. Но я в прошлом каталоге, когда она была по 159. Ну, на десятку дороже. В принципе, я затарилась этим мылом. По-моему, 5 флаконов я взяла. Просто потому, что я сначала один взяла. Попробовала. Как он мне понравился. Это крем мыла. То есть оно прям белое. Когда его выдавливается на ручку. Оно белое. Оно вкусно пахнет. Оно увлажняет руки. Оно просто крутое. Всего 300 миллилитров. Всего 169 рублей. Но это супер. Вот это я не брала. Хотя неплохой аромат мне понравился. Но у меня так много. Вот еще лимончиков и жасмин еще в заначке. Я не стала брать. Потому что срок годности у продукции истекает постепенно. А все время что-то новое. Но у меня взяла клиентка вот этот лосьон. И она говорит, это чудо. Вот таким голосом. И я понимаю, что это действительно чудо. И может быть потом как-нибудь я его закажу. Новые интимки. Честно говоря, я попробовала пока только одну. Мне она очень понравилась. Я взяла вот эту защитную розовеньку. Ну я решила поочередно буду все пробовать. Ну что сказать. Ну классная штука. Ну как без нее люди некоторые живут. Я, честно говоря, не понимаю. Ну может быть всему свое время. И надо просто рассказывать людям о том, какая-то продукция. Что действительно убирает многие проблемки, связанные с интимными местами. Убирает сухость. Ой, капелька. Потому что из ванной притащила. Убирает сухость. Нейтрализует все неприятные запахи. Ну как без него жить? Я не знаю. Я, честно говоря, мылом уже мыться в этих местах не умею. И у нас не бывает такого, чтобы не было дома геля для интимной гигиены. Просто нет. Он всегда стоит в запасе. Я сейчас купила все абсолютно, кроме того, который для молоденьких девочек. Ну что вам рассказывать про дезодоранты. Но они крутые. Я всегда беру себе или вот это. И мне нравится зелененький. Так. Что говорить про мыло геля. Бита Кеа. Ну они обычные. Хорошенькие. Приятные. Красивая форма, как йогурты. В них нет ничего особенного. Ну просто хорошенькие. И хорошая цена. Зато я могу вам сказать, что очень крутой крем. Интенсивное увлажнение. Хотя он без скидки. Но он зато очень крутой. Я все их пробовала. Но вот этот прям особенный. Недавно разговаривала с девушкой. У нее проблема аллергии на мороз. И она мне сказала, что она вот этим кремом избавилась от этой аллергии. Представляете? То есть я им пользуюсь. И у меня нет этих трещин на руках. И мне очень комфортно. Смотрите, кстати, вот сейчас вспомнила, как классно лежит эта тоналка. Это вот у нас с вами Giordani Gold пудровая. Смотрите, какая матовая козья. Вот уже прошло много времени. А она просто прекрасная. Так, двигаемся дальше. Ну зубные пасты, естественно, это, мне кажется, наша визитная карточка может уже быть. Да, одобрана шведскими стоматологами. Мы пользуемся только нашими зубными пастами. Они прекрасны. А я вам зато покажу бальзамчики. Мини Маус и Рапунтиль Новая История. Вот так они выглядят. Но мне больше нравится Мини Маус. Я не знаю. Мне кажется, он более какой-то влажненький, скользкий такой. Как бы вам опыт. То есть он абсолютно прозрачный. Что один, что другой. Но вот этот мне и по аромату больше нравится. Он пахнет клубникой. Это тоже хорошо пахнет какой-то ягодный аромат. Но все-таки этот мне нравится больше. Не знаю почему. Но этот мне нравится. Новая упаковка, потому что уже Мини Маус надоело. Хочется что-то новенькое. Короче, у меня сейчас их два. И еще есть Биби бальзам. И вот этот бальзам. Видите, да? Еще несколько смягчашек. Но это я люблю. Я им все время пользуюсь. Так, тут мы с вами обращаем внимание, где часики. Это значит серия уходит. Если вы что-то любите из этого, то вам надо позаботиться о том, чтобы сделать небольшой хотя бы запас. На всю жизнь, конечно, всего не купишь. Но хотя бы немножечко продлить удовольствие можно. Масочку покажу. Это питательная маска. Она с согревающим эффектом. Когда ее наносишь на кожу, то кожа как будто поджаривается. Как будто ее запекает. Кстати, неплохое ощущение. Первый раз меня испугало, потому что я не знала, что у нее такой эффект. Она же успокаивающая. Думаю, боже, неужели у меня аллергия на Арифлейм. Первый раз в жизни. Потому что у меня на Арифлейм вообще никогда не было аллергии ни на что. Я так испугалась. Потом мне сказали, что это специально такой согревающий эффект. Он усиливает вот это вот питание. Ну, я в восторге. Вот маску себе взяла. Одну в офис, одну домой. Потому что не могу таскать туда-сюда. И взяла еще. Так, что у нас здесь вот это? Вот этот крем. Под цифркой 2. Еще смягчающая мицеллярная вода. Да, тоже она есть. Ой, она уже прям запромчивается. Это я дочке взяла. Она... Ой, как же это пахнет. С ягодами гонжи аромат просто необыкновенный. У меня дочка очень любит мицеллярки. Она ими снимает макияж. Ей нравится. Я ей все время их набираю. И вот я вам хочу показать эту маску с кокосом. Это маска скраб. То есть мы ее наносим. Можем просто на влажную кожу нанести. Она, видите, прозрачная. Там много-много таких вот синеньких вкраплений. Это как раз и есть отшелушивающие частички. Она достаточно щадящая. Но ее можно и как маску использовать, и как скраб. И мне она так нравится. Честно, вот этот аромат кокоса алоэ на самом деле очень прикольный. Так, а здесь что-то еще вышло. А это тоник. Вот эту мы пока не брали. Так, здесь у нас тоже масочки. Ну, я про них, по-моему, рассказывала много раз. Они прикольные, но надо использовать за один раз. То есть взяли баночку вот эту вот, открыли и сразу используем. Там ее очень много. Мне будет хватило на два-три раза в такой банке. Прикольные, очень вкусные вот эти вот бальзамы. У меня дочка будет выпрашивать, скорее всего, кокосы. Вот она любит. Шампуни. Обалденные шампуни все. Ну, я не знаю, может, они кому-то не подходят, но мне они так идут. Вообще просто идут в плане, что они мне нравятся. И всей нашей семье вот новый флакончик. Как раз тот закончился. И я сразу открываю новый. Тот отнесла в пустые баночки. Хотела вам достать. Смотрю, а там пусто. Яблоко и бамбук. Он два в одном. И он очень хорошо очищает волосы. Несмотря на то, что он уже сразу с эффектом кондиционера, мне этого не хватало никогда. Я все равно потом бальзамчик наношу. Вот он хороший, очень концентрированный. Написано для редких волос. Не знаю, почему для редких, а для тонких. Но вот мне он очень подходит. Он так классно чистит волосы. Просто супер. Шикарное масло. Я его забыла взять, но оно есть. У меня дочка его все вымазывает на волосы. Ей так нравятся, какие становятся волосы от этого. А вот мой любимый лосьончик с кокосовой водой. Ну, вы уже поняли, да, что я люблю фруктовые нотки. Гель. Заказать, что ли, давно не было. Они все очень вкусненькие. Так выглядит все это вот красиво, аппетитненько. Такие яркие бутылочки живые. Вот просто супер. Необыкновенное мыло. Просто. Вот у нас сейчас кокосовая вода, как раз я открыла. И достала с клубникой следующую. Откроем. Я их обожаю. Мне в них нравится абсолютно все. Самое главное, они не раскисают в подставочке. То есть они не становятся безобразной массой. Они все время держат вот эту хорошую форму. Прекрасная пенка. Так, вау. Здесь что-то новенькое. Набор. Крем для лица и тела. И крем для душа. Ой, обязательно возьму. Я люблю чернику. Дайте-ка понюхать. Обязательно возьму весь набор всего за 199 рублей. Да я их возьму 5 штук себе. Это очень выгодно. Посмотрите. Крем, мы с вами смотрели, больше 200 рублей. 249. А здесь еще и гель 200 миллилитров. Вот с такой оригинальной баночки будет. Да прекрасно. Какой супер подарок. Девочки, вот заталивайте. На Новый год будете дарить одному гель, другому это. Если у вас есть дисконт, то это выходит всего лишь 160 рублей набор. Но нужно, чтобы заказ из каталога был на 500 рублей. То есть обратите внимание, это акция. То есть если у вас два раза по 500, то есть на 1000 заказ из каталога, то вы два набора возьмете. То есть на каждые 500 рублей один набор. Прекрасно. Я их наберу кучу. И здесь прекрасная новинка. Тоже хочу потереть. Я люблю, в принципе, как пахнет тыква. Мне нравится. Не очень понятно. Я намешала разных ароматов. Мне кажется, это очень вкусно. Во-первых, тыквенное масло мы брали в салаты. Господи, как это вкусно. Оно безумно дорогое, тыквенное масло. Хорошее. Оно зеленоватого цвета. Но в салате он просто бесподобен. Я, конечно, возьму. Это у нас питательный крем для ног. Тыквенный пирог. Я обязательно возьму новинку. Тем более у меня сейчас Миша часто делает массаж ног. У нас прям тюбик за тюбиком будут заканчиваться. И я хочу эту новинку. Вообще, тыква и осень. Это прямо одно целое. У меня осень ассоциируется с тыквой. Я, кстати, сейчас очень много рисую. Ну ладно, я отклоняюсь от темы. Вот такой у нас получился чудесный обзор. Мне кажется, каталог обалденный. Столько здесь всего хорошего и полезного, и нужного. Нам будет с вами легко рекомендовать эту продукцию людям. Потому что вы сейчас немножечко подготовлены мной. Уже знаете, какие сильные стороны этого каталога. И я вам желаю успехов. Я вам желаю крепкой, качественной, такой позитивной клиентской базы. Чтобы у вас всегда было море заказов, хорошая прибыль. И максимум выгод от компании, которая нам дает. Берите от компании все. Ничего не оставляйте. Спасибо вам за внимание, за обратную связь. Если видео полезное, ставьте лайк. И пишите вопросы в комментариях. Буду рада с вами пообщаться. До новых встреч. Пока-пока. С вами была Лилия Донскова. Go Pro Stop Video.